У меня в руках полимерный шар. На фоне меня находится пруд рафинада, это объединенного раствора с содержанием серной кислоты. То есть данные шары покрывают полностью поверхность пруда, всю квадратуру, и тем самым они уменьшают и задерживают испарение раствора в атмосферу. Это один из факторов. Второй фактор – это для чего они нам нужны. Они служат для, скажем, эффективного теплового барьера между, скажем, атмосферой и поверхностью раствора. То есть они удерживают тепло раствора. Скажем, в зимнее время на площадке кучного ващелача должны подаваться растворы теплые. Они удерживают тепло. Третий фактор, который не относится к технологии и немаловажный – это защита фауны, скажем. Например, птицы, когда летят, они могут сесть на этот пруд, попить это агрессивный, скажем, раствора и, ну, скажем, дальше улетят и просто погибнут. А для них пруд в настоящее время непривлекателен. Они легкие, они весом около 40 грамм. То есть они и в насосное оборудование не попадут, не могут утонуть, потому что в этом шаре находится воздух. Просто они плавают по поверхности. Данный раствор афинада, он объединен в среднем содержании серной кислоты полтора процента, полтора процента. Он подается на орошение руды, отчисленной руды. Там происходит вычелачивание меди, получаем ионы меди в жидком виде. Растворы все собираются в сборные коллектора и попадает в пруд ПЛС, продуктивных растворов. Пруд состоит у нас из гидроизоляционного слоя. Он необходим нам для того, чтобы данный раствор содержанием серной кислоты не попало в почву. Здесь имеется два слоя гидроизоляционного материала геомембраны. Толщина геомембраны полтора миллиметра идет. Между ними имеется георешетка, которая сохраняет форму пруда. Тем самым мы предотвращаем попадание раствора в почву. Музыка 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 Музыка